Каждый год мой прадед брал меня с собой на 9 мая в Брестскую крепость. Когда я подрос, я гордился тем, что иду за руку со своим прадедом в одной колонии с ветеранами. Я слышал звон медалей. Я видел, как блестят они на солнце. И мечтал когда-нибудь иметь хотя бы одну свою медаль, заработанную так же, как прадед, в честном бою. Словами современников о страшной войне. Именно так условно можно обозначить тему большого сборника «Великой победы. Будем достойны», представленного накануне в Российском центре науки и культуры. Его авторами стали школьники учреждения образования Брестской области, которые на протяжении февраля-мая 2015 года активно работали над созданием конкурсных эссе-интервью, открыток и рисунков. Из 476 творческих решений в новую летопись, летопись трагических сороковых глазами молодых людей 21 века, вошло лишь 31, каждая из которых написана с особой любовью и трепетом к тем, кто подарил нам возможность жить под мирным небом. Работала недолго, за день даже меньше. Писала о победе, о том, какое она имеет большое значение для нас, для нашего будущего. Нашу школу посещает ветеран Великой Отечественной войны Кругликов Константин Максимович. Он ходит на все наши праздники, и его в нашей школе хорошо очень знают. И когда выпал шанс написать о этой работе, эту работу, я решила рассказать о нем. Кругликов Константин Максимович ушел на войну совсем рано. Мы с ним встретились, и он дал мне интервью. Сборник разделен на несколько тематических блоков, отличающих творческие решения по формам написания и темам. Жанров два – заповедь и исповедь. Исповедь – это рассказы самих ветеранов о непростых буднях, о том, где закалялся характер и как проверялись на прочность дружба, как воспитывалась храбрость, мужество и стойкость. Заповедь – это наказ для нас, современников, что значит быть достойными Великой Победы. И почему так важно сохранить мир и ценить все то, что рядом с нами. Если не почитаю, так буду знать о Великой Отечественной войне. Людей буду знать. Нас не забывают прежде всего. Во всех мероприятиях мы участвуем. Нас с удовольствием приглашают. Мы отвечаем на это все. Так что нормально все. Вы стоите на правильном пути. Вы занимаетесь очень хорошим делом. Потому что я много лет тоже учил, воспитывал людей. И у меня получалось. Получалось. И знаю, что это ноша воспитания людей. Очень, очень тяжелая. Взгляд поколения 21 века на события 1941-1945 годов еще одно красноречивое подтверждение тому, что Великая Победа и сегодня объединяет поколения, народы, страны. Ведь жестокое лицо войны никогда не исчезнет из памяти народной. И пусть она закончилась чуть больше 70 лет назад, многие знают о ней со слов прабабушек и прадедушек, бабушек и дедушек, со слов родителей и педагогов. Искренний разговор нескольких поколений о войне на страницах сборника призыв к миру, взаимопониманию и памяти о том, что не должно забыться никогда. К слову, авторы уже планируют публикацию второго тиража издания. Все пока у нас. Это порядка 250 экземпляров. Кроме этого, мы готовим второе издание. Это будет зависеть от спроса на данный сборник. Будет все распространяться. Во-первых, передается участникам, победителям, тем детям, чьи произведения вошли в этот сборник, их руководителям и в школы. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук, Телекомпания, Бук-ТВ.